Итак, друзья, действительно, это сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, спасибо Александру. Продолжаем бизнес-канал. Еще два часа разговоров о бизнесе, о финансах, о рынке, захватывающих, интригующих. Я сейчас чувствую себя спортивным комментатором, не случайно мы пытаемся сегодня связать два абсолютно, ну, на первый взгляд, да, абсолютно полярных, ну, не имеющих прямой связи явления, как ситуация на финансовых рынках и события, которые происходят сейчас в Сочи. Значит, говорим сегодня, да, о ситуации на фондовом рынке, на российском, и вот эту связь пытаемся обнаружить, ну, и говорим о некой перспективе развития российского фондового рынка, если позитив, традиционно мы в поисках позитива. Представляю гостей сегодня в студии Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка. Наташа, добрый день. День добрый. И в студии Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами компании RMG. Карен, день добрый. Здравствуйте. Рад вас видеть. Уважаемые слушатели, я напомню для вас. Телефон студии, телефон прямого эфира 6510996, код города 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, и вам вопрос традиционно первый. Вы, уважаемые наши радиослушатели, видите ли связь какую-то между этими двумя явлениями? А еще раз напомню, событиями на российском фондовом рынке и спортивными соревнованиями в Сочи. И давно я этого не делал, сейчас буду ностальгировать, даже, наверное, прослезюсь, как по-русски, пущу слезу. Картина маслом, картина маслом, 14.20 в Москве, и так что к этому времени произошло на финансовых рынках. Ну, все в зеленом, очень меня радует эта ситуация, все зеленое. Значит, американцы вчера прибавили по проценту с лишним, Dow Jones на 1.2, S&P на 1.1 вырос, и NASDAQ чуть больше процента. S&P сейчас находится на уровне 1820 пунктов. Далее поддержали динамику азиатские площадки, Nikkei 2 с лишним процентов плюс, и скромно 2 десятые. Shanghai Composite, Европа растет на полпроцента, и наши ребята не отстают. RTS плюс процент, плюс 0,8 ММВБ. Рубль продолжает вяло-вяло текущую, да, после известной динамики, вяло текущую коррекцию. Значит, сырьевые рынки Forex, Brent, нефть марки Brent, 108 с полтиной, 100 долларов стоит Light Sweet, золото скакнуло вчера в район 1300, сейчас небольшая коррекция, 1287 стоит унция этого драгоценнейшего металла. И смотрим на валютный рынок, евро-доллар 1.3640, ну, тоже после вчерашних танцев небольшая коррекция. А что тут? Фунт 64 с полтиной, и доллар-иена выше 102 фигуры. Значит, динамика на российском рынке акций. Позитивно сегодня, все в плюсе, еще раз повторю, отрадно это наблюдать. И далее выделим, давайте с вами, что выделим? 2,5% Аэрофлот, полпроцента в плюсе банк ВТБ, и Сургут чуть больше процента. Остальные ниже, но тоже интересно. МТС почти процент, НЛМК, Роснефть полпроцента, Сбербанк 0,8%. В общем, оптимистично, да? Оптимистично. А теперь вопрос. А теперь вопрос, да, как известный Викторин Телезион. А теперь вопрос, Наташа. Откуда этот оптимист взялся? Правда ли связь есть такая, что там в сочах сейчас вытворяется? Ну, Олег, я думаю, что с очами связи немного на самом деле, потому что даже если посмотреть опыт предыдущих Олимпиад, взять ближайшую зимнюю Олимпиаду в Ванкувере, которая прошла до нас, посмотреть на динамику их фондового рынка, посмотреть на динамику текущего счета в Канаде за первый квартал 2010 года, в общем-то, связь мне установить не удалось, скажем так. Ну, очень хотелось, да? Конъюнктуру в США, Китае, нефть, более глобальные факторы. Я понял. Ну, кстати, вот об этой конъюнктуре мы поговорим. Карен, тебе тот же вопрос. Связь есть какая-то? Ну, на мой взгляд, тоже я связь установить, проследить не могу. Единственное, можно заметить, что, может быть, только есть какая-то имиджевая. То есть мы видим все-таки западные СМИ, я бы даже сказал, сильно позитивно отзываются о Олимпиаде. Восторжены. Восторжены, да. Поэтому действительно, как бы завершилась такая очень мощная стройка. И сравнивать и стройку, естественно, на территории Российской Федерации. В принципе, в целом, то есть в мире это достаточно очень крупный проект. Вот. Только как имиджевая составляющая. Но в целом все равно, как бы, прямого, скажем так, да, какое-то, может быть, косвенное влияние есть. Прямого влияния нет. Все-таки инвесторы заходят, и тем более иностранные инвесторы, они заходят, как бы, исходя из таких сухих фактов и сухих факторов. Поэтому вот так вот. Понятно. Спасибо. Спасибо. Сухие факты и сухие факторы. Давайте их обсуждать. Ну и, наверное, начнем с того, что вчера некое событие, а именно первое официальное выступление госпожи Елен в роли, да, уже непосредственно рулевой главы Федрезерва. Федрезерва, ну и наделала все-таки оно там, если не шума, то, по крайней мере, шума с точки зрения рыночного наделала, да, Наташа? Ну, была, конечно, реакция, безусловно, позитивная на то, что, на мой взгляд, она оправдала все возложенные на нее надежды. То есть она сразу как бы, да, ребята, вот так будет? Да, не стала раскачивать лодку, не стала делать каких-то громких заявлений, сказала, что поддерживает, собственно, предыдущий курс, который уже установлен, понятен рынком. Еще раз сказала, что статистика, которая выходит по рынку труда последние два месяца, это не повод что-то резко менять. Все-таки имеет смысл подождать, переосмыслить, подождать больших данных по рынку труда. Вот, в принципе, рынки этому обрадовались, наверное. Но, на мой взгляд, в США есть еще одна интересная новость по поводу принятия потолка госдолга. Мне кажется, на этот рынок более позитивно среагировал, то, что не стали республиканцы с демократами устраивать новые баталии, очередной раунд. Все-таки должны в ближайшие... А мы ждали, мы ждали, я вот ждал. Такой сериал такой, знаешь. Конечно, да, нам это интересно, но для рынков, наверное, лучше, поспокойнее. Поэтому, мне кажется, с этим связан позитив американский в основном. Карен, возвращаясь к выступлению госпожи Елен, я, к сожалению, не слушал ее в прямом эфире вчера, у меня там лекция была вечером. Вот, но мне показалось все же, да, с одной стороны, она действительно сказала о том, что она придерживается, да, прежнего курса господина Бернанки. Тем не менее, не было никаких сигналов по поводу деталей сворачивания Куе. Единственное, что она сказала, что теми же темпами, да. Ну, она даже, по-моему, она сказала не теми же, а то есть будет плавное сворачивание. Как бы, естественно, это рынок заметил, да, как бы это с какой-то стороны позитив. В целом, я вам сейчас скажу, я не думаю, что как-то с ее приходом политика будет сильно меняться. То есть, действительно, курс уже задан, как бы, вообще, в принципе, текущая монетарная политика Соединенных Штатов говорит о том, что, как бы, будет довольно, то есть, продолжаться довольно мягкая монетарная политика будет. Вот, поэтому, естественно, количество смягчения, то есть, как бы, максимально того эффекта, который от него ожидали, он, ну, как бы, так, если разобраться, не дает. Поэтому, как бы, ну, просто накачивать систему еще большим количеством деньгами, ну, как бы, смысла нет, потому что, ну, мы понимаем, что это может дать в каком-то промежутке времени обратный эффект. Поэтому, естественно, как бы, да, вот этот объем вливания, он будет снижаться, я думаю, что рано или поздно, естественно, он будет доходить до каких-то совсем минимальных значений, возможно, и до нуля. Главное, чтобы это происходило довольно-таки, как бы, мягко. Плавно, да? Да, но даже более важно не столько, ну, как бы, естественно, и плавно, но главное прогнозируемое, да, то есть, как бы, чтобы участники рынка не оставались невиднее, да, там, каждый раз, когда какие-то происходят заявления со стороны ФРС и действия, то есть, чтобы это все как-то шло вместе. Ну, в принципе, и до этого, как бы, да, все, что происходило, все было, в принципе, довольно прогнозируемое, то есть, когда они там говорили, что, да, вот мы будем там, возможно, мы объявим там о таком завершении, смягчении и так далее, то есть, как бы, в принципе, они не отходят от своего курса, это, как бы, это, как бы, позитивно, хорошо. Я понял, спасибо. А смотри, Наташ, Карен, а вот то, что, действительно, два последних месяца мы видим все-таки разочаровываешь, ну, там, не очень позитивную статистику по рынку труда, а это все-таки один из главных, что называется, да, одна из главных задач Федрезерва. Ну, вот, как раз это и говорит о том, что, наверное, именно, вот, именно, как бы, накачивание ликвидностью, оно не может напрямую и можно сильно повлиять на безработицу, потому что все-таки существует проблема, что деньги остаются, как бы, больше в финансовых секторах, да. До реального сектора доходит гораздо меньше, а все-таки, как бы, безработица, ну, как бы, а именно показатель работа, да, безработица, это все-таки больше реальный сектор. Поэтому здесь нужно работать именно с инструментами, которые позволят уже вот эту высокую ликвидность, которая есть сейчас на рынке, да, и с финансовых, с финансовой части, да, переносить в реальный сектор и в промышленность. Ну, это, в принципе, касается и не только США, то есть, в Российской Федерации существует такая же проблема, если даже не больше, то есть, в принципе, как бы, до малого и среднего бизнеса деньги точно так же не доходят, поэтому... Сейчас мы этого коснемся тоже, Наташа, тем не менее, еще все-таки уточним, давайте. Сворачивание, ну, или, там, вот, абсорбация ликвидности, это сворачивание программы, каким угодно можно термином. А в конечном итоге, наверное, все же, да, сейчас скажу, рождает у инвесторов ожидание в отношении доллара, я не знаю, в отношении роста доллара. Вчера мы наблюдали все-таки противоположную реакцию, аппетит к риску вырос, доллар начал активно продавать, и золото, главное, вот реакция золота, восходящая в ответ на эти разговоры, она чем может быть обоснована? Ну, по золоту, мне кажется, там была отдельная еще идея с новостями по китайскому рынку, вот, недавно выходила такая интересная... Ну, буквально накануне, конечно. Вот, то, что китайский Центробанк, возможно, втихаря, никому не говоря, скупал золото, темпами очень высокими, и это, мне кажется, больше связано вот с золотом. Относительно возврату к безрисковым активам, да, и бегству, грубо говоря, из рубля, из развивающихся рынков, то, что мы видели в начале года, максимальные оттоки вообще со всех развивающихся рынков, тут Россия не стала исключением, и в связи с этим такая печальная динамика по рублю, вот, да, этот фактор есть, и он, наверное, как-то рынками был недооценен, мне кажется, в конце года, потому что, в принципе, тот факт того, что долларов дешевых их будет становиться все меньше и меньше, да, со временем, при том, что в экономике США мы видим прекрасный рост и достаточно стабильную динамику, там, фондового рынка, и мы видим нулевые риски, там, инвестиций в трежерис, и при этом экономики многих развивающихся рынков стали замедляться, откровенно замедляться и показывать результаты хуже американской экономики, и это, естественно, никоим образом не способствует интересу инвесторов. И вот при таком раскладе, да, многие инвесторы предпочли выйти из данных активов, и пока, наверное, в ближайший месяц ситуация будет оставаться настороженной, но мы сейчас уже видим то, что многие, там, крупные инвестбанки начинают говорить, что текущие уровни, до которых откорректировались валюты развивающихся стран, они делают, наоборот, активы в этих странах уже интересными, да, потому что, как бы, уже становится интересно покупать на таких уровнях, прошла приличная коррекция по валютам, там, по государственным долгам. Вот, соответственно, я думаю, что в ближайший месяц, да, наверное, этот еще фактор остается, но впоследствии он будет нивелирован. Эффект низкой базы, да, то есть мы сейчас в низком старте. Наташа сказала, напомнила точнее, да, о событиях на валютном рынке Российской Федерации, печальные события, сказала Наташа, с рублем. Ты печалишься, Карен? Ну, я в целом, как бы, как бы, здесь печалиться нечем, да, то есть то, что произошло, оно должно было произойти, оно могло произойти и год назад, да, и, то есть это события, которые должны были бы произойти, то есть рубль, в принципе, был, как бы, на мой взгляд, недостаточно, ну, как бы, неоправданно креп, силен, да, по отношению к рублю. По крайней мере, с таким курсом, понятное дело, что часть, вот, да, вот этого движения, оно все-таки, что плохо ляжет на потребителя, да, то есть все-таки плохо то, что у нас достаточно высокая экспортная составляющая, как бы, наших компаний, да, и у нас все-таки достаточно большое количество импортно, которое потребляет рядовой потребитель, да, с этим мы понимаем, да, что когда закончатся запасы, то все будет дороже, да, то есть за это заплатят потребители. С другой стороны, с точки зрения экономики, конечно, поскольку она у нас все-таки экспортно ориентирована, да, тут для многих компаний станет, как бы, легче дышаться. Теперь здесь надо посмотреть, все-таки у нас, к сожалению, экономика, опять-таки, остается, да, все-таки двигают ее достаточно небольшое количество сырьевых компаний, естественно. Большие, да, небольшое количество больших компаний. Соответственно, опять-таки, да, то есть для них это, с какой-то стороны, позитив, да, то есть и, в принципе, это скажется на экономике, потому что они являются, как бы, основным двигающим, да, двигающим локомотивом для экономики. Опять-таки, что если мы говорим про малый и средний бизнес, то здесь, особенно для тех, кто, например, производит что-то на, там, на иностранном сырье, там, да, здесь, то это будет, конечно, как бы уже несколько сложнее. Но, в целом, это должно было произойти. Может быть, Цитрамбанку надо было раньше начать политику по, как бы, да, плавающему курсу, то есть, как бы, более плавно это делать, да, они, ну, как бы, хотя, ну, то есть, как бы, это должно было произойти, надо это понимать. Да, но анонсировали, если вы помните, мы тоже, наверное, в прошлом году еще с вами это обсуждали неоднократно, анонсировали это или начали анонсировать эту новую политику еще летом прошлого года. Это очевидно. То есть, выходы из этой ситуации, как бы, то есть, можно было просто заваливать, да, это все своими резервами и интервенциями, но, как бы, это ни к чему, как бы. Другой вопрос, что какой ценой, да, вот это все происходило. То есть, на мой взгляд, Центробанк достаточно потратил большие, ну, как бы, большими интервенциями. Это можно было бы, на мой взгляд, сделать, как бы, более грамотно, более правильно. Затратив при этом. Тут можно сказать, Наташа, да, еще наложились, коса на камень, что называется, нашла. Я думаю, что да, тут смена политики ЦБ переходит к этому плавающему курсу, более активный такой, да, снижение объемов интервенций, плюс вот это вот бегство капиталов. То есть, если, я не ошибаюсь, Улюкаев как раз инициатор вообще всего этого перехода, который до этого работал в Центробанке, и сам же начал говорить, что, возможно, не лучший момент. Не вовремя, да, да. Поэтому... Ну, при Улюкаеве все было мягче, в принципе. То есть, надо заметить такой момент, что, как бы, его команда делала... То есть, такое уже было. Были нападки на рубль. То есть, мы вспоминаем, где-то еще одиннадцатый год, да, там, когда и США были проблемы, да, там, когда и с рейтингами. То есть, тогда была, ну, как бы, тоже, как бы, рублю пришлось не сладко, но все-таки все это прошло достаточно. Ну, как бы, как, на мой взгляд, мне тогда показалось, что это было мягче, чем сейчас. — Согласен, согласен. И еще одна деталь. Наташа тоже ее упомянула. Карен, твое мнение. Вот это вот удешевление, ну, российской валюты в том числе, и активов, которые в ней номинированы, может ли действительно в какой-то степени заинтересовать? — Конечно. То есть, мы понимаем, да, здесь инвестор, в первую очередь, иностранный, если мы говорим об иностранном инвесторе, каким образом он заходит. То есть, в любом случае, деньги, которыми он управляет, которые он готов вкладывать, они, там, в иностранной валюте, да? То есть, скорее всего, это доллара США. Ну, может быть, там, евро, если мы говорим о Европе. Когда ты смотришь, как инвестор, на актив, ты, с одной стороны, ты понимаешь, да, как бы его фундаментальную стоимость, с другой стороны, ты все равно должен рассчитывать какие-то свои валютные риски. Естественно, заходить лучше, когда тебе кажется, что рубль находится, да, таком, скажем так, в отношении доллара, там, или твоей валюты, в которую ты вкладываешь, на довольно-таки слабом уровне, потому что, как бы, у тебя есть еще возможность, то есть, у тебя есть какой-то запас, да, на курсовой разнице заработать. В принципе, как бы, не секрет, что, да, большое количество иностранных фондов, они, как бы, под конец года все-таки, как бы, тот рост для себя нивелировали, потому что, да, как бы, произошло именно, вот, не произошел рост активов, а даже некоторых и удешевлений из-за, да, падения курса рубля. Поэтому, естественно, это должно повлиять. Другой вопрос, что пока притока мы не видим. То есть, в принципе, даже мы говорим о том, что, да, да, мы вот недавно, мы слышали, как Марк Мобил заявил о том, что вроде как бы развивающиеся рынки, и в первую очередь, в том числе Россия, находится на том уровне, где, наверное, уже можно начинать покупать, так очень незамысловато, но, с другой стороны, как бы, фактического притока мы не видим. То есть, как бы, рынок акций сейчас остается в таком очень-очень слабом состоянии. То есть, несмотря на то, что мы видим рост, как бы, да, то есть активность очень низкая, объемы очень низкие, больших сделок происходит, небольшое количество. То есть, то, что мы видим на экране, это, как бы, такая достаточно вялая торговля. Несмотря на то, что динамика позитивная. Наташа, смотри, вот отсутствие действительно большого количества игроков или низкая ликвидность, это проблема все-таки российского рынка. И связана эта проблема преимущественно с оттоком капитала, или все-таки это какая-то общая глобальная тенденция, ну, может быть, развивающихся рынков в целом? Ну, я думаю, что как развивающиеся рынки, мы, естественно, идем с ними в одном русле, но у нас есть и свои проблемы, говорят, то есть, если инвестор там будет смотреть на российскую экономику, и мы видим, что США там прогнозируют рост экономики 2,8%, да, в 2014 году, и у них прекрасная инфраструктура рынка акций, и все понятно, что рынок акций, он, как правило, реагирует больше на рост экономики, да, то есть, чем быстрее, тем интереснее покупать данный актив. Вот, соответственно, мы видим, что в России прогнозы снижаются, они хуже прогнозов, чем по США, по развитой экономике, при этом риски значительно выше, и важно еще понимать, какие ожидания у инвесторов внешнего относительно рубля, и я подозреваю, что ожидания пока остаются еще не слишком радужными, да, то есть, никто не ждет сейчас, что рубль будет как-то сильно укрепляться до конца года. Вот, и все это в целом, конечно, ну, я думаю, так складывается, что не добавляет привлекательности рынку, да, есть идея с тем, что подешевело, можно купить, но вот сказать, что сейчас именно та точка разворота, я думаю, что это пока преждевременно. Да, преждевременно. Тогда получается, Карен, опять возвращаясь, да, к твоей фразе, получается, что динамика вот текущая, ну, восходящая, прежде всего, да, нас интересует, это все-таки некие такие спекулятивные, да, события. Ну, да, то есть капитал, капитал большого, да, ну, в принципе, народ уже надолго не вкладывается с 2009 года. Давно не вкладывает. Но сейчас, да, то есть мы видим, то есть поэтому мы и видим, да, что моментально там акция может в течение дня изменить динамику, и, в принципе, все это объяснимо, потому что нет высокой ликвидности, да, то есть приходит какой-то маломальский, там, или продавец, или покупатель на рынок, и все это может там в течение дня поменяться. Это говорит о том, что крайне низкая активность, крайне низкая ликвидность на рынке. Ну, Наталья здесь права абсолютно, потому что, как бы, ожидания и по курсу рубля еще, как бы, никто не говорит о том, что вот разворот, и понять о том, что вот сейчас точка входа, ну, даже я бы, скажем так, будучи позитивным смотрящим на рынок человеком, я бы не сказал. То есть, на мой взгляд, есть вероятность, что мы можем увидеть, то есть мы, наверное, сейчас еще увидим какой-то небольшой рост, но... Извини, я тебя перебью, мне понравилась твоя фраза, я тебя цитирую, да, даже я позитивно смотрящий на рынок человек, вот как в таких ситуациях ведет себя позитивно смотрящий, потому что, я, извини, с психологической точки зрения, тот, кто, ну, нехорошая фраза такая, по-другому ничего не формулируется, тот, кто, в принципе, по жизни, да, позитивно смотрит на вещи, он всегда ищет какие-то вот эти моменты, да, чтобы свою позицию подтвердить. Вот сейчас, я к чему веду, да, у оптимиста не так много возможностей. Ну, смотрите, здесь, как бы, у меня понимание достаточно простое здесь, что нужно, как я и на предыдущих эфирах говорил, нужно выбирать довольно-таки качественные активы. В первую очередь, мы все с вами, я думаю, заметили о том, что те же компании, которые платят хорошие дивиденды, по которым показывают, как бы, да, стабильные экономические результаты и рост, эти компании не падали так сильно, как падали другие, да. То есть, конечно, отток какой-то был, да, но мы, как бы, мы видим даже, там, как продавали магниты, как продавали, да, который так был горячо любим иностранными инвесторами. Ты с болью в сердце говоришь сейчас об этом? Нет, я говорю не с болью в сердце. Продавали магниты. Ничего святого. Я и тогда считал, что компания довольно-таки дорогая, хотя, несмотря на то, что сильный менеджмент, да, очень такая сильная команда, которая ведет... Мы в этом случае продавали магнит, мы, наверное, тоже позитивно на это смотрим, потому что, наконец, он немножко откорректировался хотя бы. Ну, да, ну и, как бы, в целом, да, то есть, как бы, по-хорошему досталось не только магниту, то есть, тогда досталось, как бы, и сейчас продолжает доставаться всем ритейлерам, потому что, как бы, пошли и статьи, и разговоры о том, что, в принципе, падает... Ну и отчетность уже, да. Но в целом, опять-таки, да, план следующий, что нужно выбирать качественные активы, нужно выбирать интересные дивидендные истории, просто интересные истории. Тогда, понятное дело, что в каком-то моменте, в течение, там, полугода, ваши активы могут дешеветь. Но на протяжении достаточно длительного времени, то есть, нужно просто стараться расширять горизонт. Понятное дело, что, может быть, страшно смотреть, что, может быть, хочется вам поймать какие-то, да, там, движения, там, заработать, да, там, но, наверное, действительно, может быть, имеет смысл хранить больше процентов портфеля в кэше, но все равно качественные, интересные бумаги нужно иметь в портфеле. Я понял, я понял. По поводу кэша тоже, кстати, очень интересная тема, да, если мы сидим в деньгах, то в каких, опять, возникает вопрос, потому что валютные риски, вот они, пожалуйста, да, надо думать о хедже каком-то в этом случае, наверное. Ну, как бы, видите, здесь... Карен, извини, пожалуйста, у нас сейчас небольшая пауза впереди. Значит, я напомню, мы обсуждаем с вами ситуацию на финансовых рынках, на российском в том числе, и прервемся буквально на несколько минут, послушаем рекламу, самое время, потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню, сегодня у меня в студии Наталья Шилова, главный аналитик аналитического управления Бинбанка, и Карен Саджанян, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании RMG. Обсуждаем мы, как всегда, по средам, хочется мне сказать, такой традиционный день у нас будет посвящен финансовым рынкам. Так вот, как всегда, в этот день мы обсуждаем с вами ситуацию на мировых финансовых площадках и на российском в том числе. Ну и, кстати, интрига была, мы пытались найти некую, некой связи, да, между событиями в Сочи, нынешними, динамикой на российском рынке, он растет, там все тоже неплохо, по слухам, вот, но связи прямой не наблюдается. Хотя, уважаемые слушатели, хотя, если у вас другая точка зрения, вы можете ее озвучить в прямом эфире на всю страну практически. Для этого можете позвонить нам в студию, телефон 6510996, код города 495, либо написать на сайте финам.фм. Так, ну что ж, давайте продолжим, вернемся, да, к обсуждаемой теме, локально российский фондовый рынок. И все же, Наташа, в поисках, в поисках возможностей для инвестирования есть у меня такое желание, Карен оптимизм, он в любом варианте найдет. Ты как бы посмотрела, или все же отстранилась бы пока, да, до каких-то лучших времен? Ну, глобально я соглашусь с Кареном в том плане, что сейчас инвестировать в рынок имеет смысл только если есть какая-то идея конкретная, наверное, по компании, по бумаге, по акции, инвестировать вот просто в наш индекс, наверное, я бы сейчас не стала. То есть вложения в фондовый рынок сейчас, они требуют больше думать, больше соображать, больше искать, скажем так. Что не все любят все, да? Да, просто вот докризисный рост, он приучил многих достаточно таким легким инвестициям, да, потом, конечно, это учил. Ну, вот, но тем не менее сейчас пока нет предпосылок ждать таких вот легкого роста легких денег, вот. И да, наверное, имеет смысл присматриваться к отдельным компаниям, к секторам, которые быстрее растут там сейчас с точки зрения экономики, которые смогут действительно платить дивиденды. То есть, ну, на мой взгляд, это тот же самый ритейл глобально, в принципе. Да, розничный спрос там, скорее всего, замедляется, но, тем не менее, он остается неплохим относительно каких-то других отраслей. Я даже подумал, знаешь, розничный спрос замедляется, но, тем не менее, он остается. Да, да, наверное, это главное, он остается. Исторически, он никуда не денется в любом случае. Да, точно так же, как там банки и финансовые услуги, которые показывают результаты там лучше большинства отраслей промышленности. Ну, давай вот, это все-таки твоя тема, тем более ты в банке работаешь. Как наш финансовый сектор, вот банковский сектор, с точки зрения рынка, да, выглядит? Насколько привлекательный? Напомню, кстати, сегодня ВТБ на полтора процента прибавляет, почти на процент Сбербанк растет. Ну, на мой взгляд, глобально банки будут показывать лучшую динамику финансовый сектор, чем индекс в целом. Потому что, ну, с точки зрения той же самой экономики, банковские активы продолжают расти, продолжают расти там уверенными темпами, да. Да, это не тот рост, который мы видели до кризиса, да, это даже не тот восстановительный рост, который был после, но, тем не менее, это рост, и не каждая компания может продемонстрировать такой рост там валюты баланса, да, как он демонстрируют сейчас российские банки. Я думаю, что 2014 год будет послабее, чем 2013, но все равно банки будут показывать устойчивый положительный финансовый результат. То есть ты рассматривала, да, с точки зрения инвестиций бумаги? Я думаю, что финансовый сектор может быть интересен. Давай, Карен, в поисках идей все же. Ну, здесь в первую очередь, как я уже сказал, нужно смотреть на компании, которые сейчас достаточно могут работать с хорошей маржой, то есть которые показывают достаточно хорошие результаты по прибыли. Это в первую очередь. В вторых, компании, которые... А где сейчас маржинальность основная? Вот по отраслям даже, я без фамилий. Вот где есть, в принципе, сейчас этот самый... Ну, смотрите, здесь как бы надо понимать, да, что промпроизводство — это как бы не там, где есть маржа. То есть в первую очередь это, естественно, компании, связанные с интернет-проектами, да. То есть это вот как бы первая стезя, да, о которой можно говорить. Плюс, извини, я сразу продолжаю. Это компании, которые связаны с интернет-проектами, это Facebook и Twitter. Ну, почему? У нас есть, например, достаточно, на мой взгляд, интересный симбиоз компания Тинькофф кредитной системы, да, которая, в принципе, как бы и банк. Идет, да, как интернет-проект, и не менее, по крайней мере, когда размещалась. Да, на мой взгляд, это достаточно интересная компания. Я думаю, рано или поздно, как бы при их отношении, я думаю, что рано или поздно они тоже придут к тому, чтобы платить достаточно хороший дивиденд. Можно посмотреть на АФК-систему, в принципе, да. Компания больше сейчас уже стала похожа на инвестиционный фонд, но при этом видно, что они очень неплохо управляют своими активами по всем, скажем так, направлениям. Они и работают в нефтяной отрасли, и в системе связи, и еще очень много всего, да. То есть там действительно показана хорошая динамика по прибыли. Тем более, что практически все компании, да, которые входят в капитал, в которые входят в капиталовую систему, они платят хорошие дивиденды. Плюс сама АФК-система говорит о том, что они готовы выплачивать и будут выплачивать дивиденды. Кстати говоря, компания достаточно так неплохо упала. В целом, на мой взгляд, откорректировали. Откорректировали, да. Не поймут. Вот, соответственно, все-таки я бы смотрел также на нефтяной сектор. Например, там, Сургут нефтегаз привилегированный, несмотря на там, да, на какую-то, как многим кажется, там, теневую структуру владения. Все равно компания платила и продолжает платить достаточно высокие дивиденды. Лукойл, который, в принципе, оказывается, на мой взгляд, очень неплохой и очень неплохим бизнесом и фактически, да, как бы такой частной компанией в кругу нечастных компаний, которые, в принципе, тоже, на мой взгляд, для такой большой компании и платят и какие-то дивиденды. И, на мой взгляд, она незаслуженно, да, находится вот в таком, скажем так, в таком тренде, когда компания, ну, как бы достаточно слабо реагирует на, в целом, ну, то есть, оказывается, в какие-то моменты хуже рынка. Также, на мой взгляд, через какое-то время можно будет начать смотреть на ритейл, да, то есть, там, Дикси, которая заявляет о том, что будет увеличивать свою маржинальность. То есть, моя идея в том, чтобы смотреть на компании, которые будут действительно пытаться работать с маржой. То есть, вот, там, где сейчас понятно, да, что выручку ты мощно не нарастишь, да, то есть, поэтому нужно, соответственно, уже работать над эффективностью. Сейчас до этого, на мой взгляд, очень хорошее время. Я понял. Спасибо. Спасибо, Карен. Наташ, возвращаемся к отечественной валюте и представим, что есть некий инвестиционный, да, у нас капитал с вами. Мы нашли несколько точек его применения, но, как Карен, собственно, заявлял, я не знаю, согласен с этим или нет, большую, или, может, даже большую часть все-таки мы кэшируем, да, мы храним ее, ну, я не знаю, на всякий случай, на черный день или просто, так сказать, не нашли применения для нее. В этом случае, стоит ли задача застраховаться от валютных рисков и как это сделать, если что? Ну, я думаю, что задача стоит, да, потому что неплохую динамику рубля пока, ну, я жду там где-то еще февраль-март, может быть, будет поспокойнее, а дальше до конца года… Он будет падать. Я думаю, что да, мы увидим обновление максимумов по доллару к рублю и по евро к рублю, вот, с этой точки зрения, конечно, наверное, имеет смысл как-то, какую-то часть кэша, если мы говорим о более каких-то долгосрочных горизонтах, да, тем более, если мы говорим о перспективе двух-трех лет, да, пока ситуация у нас остается в экономике не самая лучшая, пока у нас текущий счет продолжает сужаться, да, имеет смысл думать о каких-то валютных, собственно, инвестициях, сбережениях. Ну, и как они выглядеть могут? Что, депозит долларовый? Ну, долларовый депозит нас, конечно, отпугивает ставками, которые сейчас не слишком интересны, и так как в связи с переменами курса многие банки начали даже снижать ставки по долларовым депозитам, потому что население, собственно, готово сейчас в это инвестировать. Но я думаю, что для большинства, это, наверное, для тех, кто готов, там, два-три года инвестировать какую-то сумму, да, это как страховой депозит все равно должен быть такой. Но при этом, если, собственно, нести на депозит в долларах или в евро, надо понимать, что эти деньги, это деньги, которые не будешь изымать в ближайшее время, то есть это чтобы не понадобилось через три месяца и вдруг попасть на какой-то не очень удачный курс. Вот, то есть это чисто такие, ну, это, опять же, не инвестиционная идея, она не позволит, наверное, заработать сколько-то много денег, но как страховочный депозит на два-три года. Ну, как минимум, сохранить, да, вот то, что мы пытаемся. Я бы еще также сделал бы небольшое дополнение, что для, скажем так, для тех людей, которые имеют какие-то внушительные суммы, да, для сохранения, там, можно говорить, там, полумиллиона долларов, там, и выше, то, на мой взгляд, может быть, очень неплохой идеей – это евробанды. То есть это облигации, которые номинированы в иностранной валюте, это могут быть евро или доллары. Единственный минус, как бы, всего этого, действительно, что порог входа достаточно высок, то есть, наверное, суммы меньше, чем в полмиллиона долларов, достаточно будет тяжело оперировать, вот. Но это, опять-таки, да, та история, где можно купить довольно качественные, то есть долги хороших, качественных компаний с понимаемой экономикой, да, и при этом получать, скажем так, процент гораздо выше, чем может… Ну, плюс еще в валюте, да? Да, то есть это будет, это будет, как бы, фактически вклад в валюте. Естественно, то есть здесь нельзя не отметить, что у вас все равно будет риск на компанию, да, то есть, грубо говоря, но мы сейчас говорим о качественных эмитентах, да, которые мы понимаем, что они есть сегодня, будут завтра, и, ну, как бы, не быть завтра, они могут, там, в случае какого-то совсем совершенного коллапса, который мы сейчас абсолютно не рассматриваем. Как бы, и на мой взгляд, это даже может быть интереснее, чем депозит, потому что, да, как бы, да, все-таки на территории Российской Федерации у нас защищается лишь 700 тысяч рублей, да, то есть, грубо говоря, если у вас там, например, 30 миллионов рублей, да, то для того, чтобы вам, либо, как бы, себя обезопасить, вам, значит, ну, сколько посчитать надо, там, 70 банков, вот, не 70 меньше, да, но, тем не менее, все равно 40 банков, но, значит, либо в этом плане очень хороший вариант это евробанды, потому что можно будет на эту сумму подобрать какой-то более-менее сбалансированный портфель, может быть, вполне доходность по валюте, там, до, даже, я бы, до 7-8 процентов, и плюс еще вполне, я, смотря, когда заходить, да, то есть, как бы, нужно подобрать правильный момент для входа, но здесь можно и заработать на изменение курсовой стоимости. Плюс ко всему еще. Да. Плюс ко всему. Ну, вот порог входа, действительно, я согласен, 500 тысяч долларов, ты говоришь, да? Ну, я думаю, что, ну, то есть, смотрите, да, ну, смотрите, да, то есть, евробонд, минимальный лот, это 100 тысяч долларов, то есть, в принципе, начиная даже с, наверное, с этой суммой, но если мы говорим о формировании какого-то портфеля, да, то есть, в котором, да, чтобы, да, у вас было там несколько имен, то, как бы, ну, нужно здесь, как бы, как минимум, там, три имени, да, то есть, до этого, но в целом, чисто технически, да, там, от, там, 100 тысяч плюс, там, немного, да, потому что, ну, надо понимать, что здесь, там, комиссии брокера будут несколько более высокие, да, чем просто совершение сделок на ММВБ. Там, скорее всего, расходы на хранение этих бумаг, потому что они хранятся уже не в наших российских депозитальных, да, а в иностранных, вот, соответственно, но, на мой взгляд, это для, как бы, для состоятельного клиента, это гораздо более интересная возможность, нежели депозит. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо. Немножко времени осталось. Ты болеешь за наших-то вообще? Конечно. Я глобально болею за наших. За наш фондовый рынок. Да, за нас. Так, ну, давайте, минутка осталась, собственно, перспективы, да, какие-то можно нарисовать до конца года, Наташа. Ну, до конца года, в принципе, мы уже обсуждали, что в целом фондовый рынок, ну, на мой взгляд, будет пребывать примерно в том же состоянии. Состояние апатии. В котором он пребывал уже год, потому что какой-то яркой идеи на рост нет, и при этом, с другой стороны, это плюс, то, что сценарий в каких-то панических тоже там ситуаций на фондовом рынке тоже нет, поэтому я думаю, что будем где-то вблизи, там, текущих уровней отметку, там, 1500. А смотри, с практической точки зрения, вот, если воспринимать, да, твои слова, слова Карена, с практической точки зрения, вот я смотрю на российский рынок и понимаю, что, ну, как минимум до конца года он неинтересен. Это так? Ну, я бы не сказал. То есть здесь, знаете, как все зависит от цены. Вот, то есть какие-то, да, бумаги сейчас неинтересные, там, упадут они на 20%, ну, как бы, они станут очень интересны. То есть, на мой взгляд, идея на этот год это покупать на просадках. Я думаю, вот от текущих уровней мощного роста мы не увидим, но рынок будет выше. То есть я думаю, что цены выше текущих уровней мы увидим. Здорово. И ты как оптимизм, собственно. Смотрите, у нас сегодня в названии программы вопрос стоит. Есть ли надежда на позитив? Ты как оптимизм? Есть. Есть. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо. Есть надежда на позитив. Наталья Шилова, Карена Саджанян сегодня в сухом остатке. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Ну и успехов на рынке. До свидания.